На три дня бейсбольный стадион города над Бугом стал центром консолидации юных спортсменов. Турнир на призы Бресского горосполкома вот уже 7 лет собирает талантливых мальчишек, для которых бейсбол стал важной частью жизни, даже несмотря на юный возраст. Уровень тяжело всегда оценивать. Не надо смотреть на детей глазами профессиональными. Их надо готовить к этому пути. Но надо не забыть, что они еще дети, все-таки 12 лет. И я уже на своем опыте могу сказать, что не всегда больше тренировок или больше профессионализма даст лучший результат. В соревнованиях приняли участие около 180 юных бейсболистов от 2005 года рождения и младше. Это 10 команд из Беларуси, России, Литвы, Молдовы и Украины. Бороться за главный трофей – Кубок Бреста юные спортсмены ехали с самыми серьезными намерениями. Мне на этом турнире нравится, потому что здесь много команд, мы приехали сюда побеждать. Это бейсбол, это командная игра. Мы к соперникам относимся агрессивно. Мы намерены побеждать. Мы оцениваем всех соперников хорошо. Мы думаем, что не будет легко с ними играть. Это непростой вид спорта. Здесь нужно пробегать все базы, чтобы пристечку. Надо думать в этом виде спорта. Высокий уровень турнира отмечают и участники, и организаторы. Некоторые из команд приезжают в Брест неоднократно. Это хорошая возможность не только повысить свое спортивное мастерство, но и поучиться у соперников. Такие турниры очень помогают по всем планам. Игровом плане, мотивация у детей, всякий опыт. Потому что каждый, если возьмем каждую страну отдельно, Литву, Беларусь, ту же самую Россию, уровень всегда пониже. А тут как бы получше все дети приезжают и получается как бы очень хорошо. Это у нас седьмой кубок Бреста, поэтому команды известны. Ну, одна команда, которая участвует в этом году, это команда из Москвы, Олимпия, которая еще не принимала участие. Но очень хотела приехать к нам и посмотреть Брест, и бейсбойные площадки, и поучаствовать в нашем турнире. А поучиться на турнире есть у кого и есть чему. Среди команд неоднократные призеры и победители европейских первенств. И Брестские зубры всегда в числе фаворитов. У нас есть звездочки, у нас есть игроки, которые могут показывать достойные результаты. Могут быть в сборной команды Беларуси и участвовать на чемпионатах Европы и постаршим. Конечно, очень многое зависит от того, как этих игроков поддержать, как их направить, какой будет стимул для этих игроков. То есть это очень большая составляющая для того, чтобы показать результаты. Хозяева турнира в решающем поединке с московскими кардиналами заняли третье место. А вот в финале сошлись Сахарный шторм из Гродно и Тигры из Балшихи. Мне очень нравится данный турнир, потому что очень много стран и команд, разумеется. А Брест мне нравится из-за своей красивой природы, из-за того, что мы были в пуще. Да, мы очень хотим победить и очень много сильных соперников. Турнир сложный, в общем. Сложный для Тигров турнир стал удачным. Кубок Бреста уехал в Балашиху. Впереди новый сезон и новые победы.